мультики для взрослых но это не то что вы имели ввиду владимир иванович сейчас я вам расскажу что вы хотите я начну появилась идея подписать стримов вот таких типа подкастов с интересными людьми вот сегодня мы общаемся со светой света я даже не буду рассказывать чем она занимается но по идее я продюсер 2d 3d анимации я думаю что это так называется но я вот себя лично считаю предпринимателем я открыла в москве анимационную студию и маленькую анимационную студию с полностью удаленной командой и это было давно и и вот последние 10-12 лет мы как-то работаем и делаем анимационные ролики на заказ 3d анимацию 2d анимацию motion дизайн инфографику все что можно нарисовать вот художнику руками на компьютере вот это все делаем вот у меня есть моя маленькая студия и вот я работаю с клиентами из бизнеса из малого и среднего крупного бизнеса и как-то я им умудряюсь продавать анимацию вот наверное этим я и занимаюсь по идее окей из того что я знаю ты занимаешься именно работы с какими промышленными клиентами типа заводы какие-то вот пароходы что-то вот такое серьезное не не мультики там для детей а что такое более точно не мультики для детей да а это как бы корпоративный контент для предприятий промышленные есть предприятия есть заводы есть на самом деле 3d модель завода мы делали ее визуализацию 3d модель работы оборудования и его визуализацию как работает оборудование начиная от нефтяных компаний для каких-то не знаю строительство деревянных домов и но и мультфильмы мы тоже делаем но только не детские как бы это все для взрослых да например по технике безопасности мультфильмы или рекламные мультфильмы но все равно целевая аудитория это какие-то или работники предприятия или клиенты предприятия 8 мультики для взрослых но это не то что вы имели ввиду да окей смотри я вот допустим я антон из подольская такой о посмотрел стрим хочу тоже делать мультики для нефтяных компаний чем не нужно сделать ну я как бы воспользуюсь лучше рекламируемые курсы антон мой курс потому что я как раз делала ну 20 видео уроков и записала их для того чтобы не знаю не для того чтобы может быть у меня прям были ученики а для того чтобы весь опыт вот мне прям хотелось поделиться с людьми вот все что я одна работала за последние 10-12 лет как вот я работаю с клиентами как я ищу клиентов как я продаю клиентам выявляю потребности провожу переговоры мне прям захотелось это писать я записала 20 уроков но у хотите покупайте хотите нет я не настаиваю я все равно рада что я их записала я их своим детям передам у меня есть две дочери они так или иначе как-то связаны но тоже с маркетингом продвижением с анимацией пусть это будет для моих детей вот такие вот уроки вот чтобы я прям кому-то сказала здравствуйте я возьму вы закончите мой курс я возьму вас на работу вот это неправда и я видела курсы в интернете которые так говорят а потом отзывы такие что нет у них никакой работы они просто обещают мы поставим вас в лист ожидания там ничего не дают поэтому я так не говорю я скажу что если мне понравится ваша работа и мы можем стать партнерами когда у меня будет какой-то проект который я могу вам отдать 3d или 2d я вам могу отдать да и ну за какие-то проценты вы можете его сделаете но что я вот вас возьму на работу и запишу трудовых у меня работаете точно нет но я вас научу как искать работу на открытом рынке вы сделаете свой сайт свой канал на ютубе и зачем вам нужна моя работу я как работодатель зачем я вам нужно я наоборот хочу чтобы люди сами были предпринимателями сами искали себе заказчиков клиентов это прикольно это интересно не интереснее чем сидеть на попе ровно данного кальций все нашел работу сидишь интересная среда или какое-то пространство или тип работы просто но я немного из другой анимационной среды мы такие сидим на попе ровно свои портфолио все выложили удочки закинули может быть кому-то написали ждем сидим вот ждем нам не отвечают на грусти им другим шлем но тебя другой подход ты прям непосредственно ищешь клиентов прям ищешь заказы и это мне кажется очень интересно и не проговорено и не озвучена никакого онлайн тема типа как найти себе там не знаю завод по производству чего-нибудь вот это разрекламировать и как-то не знаю на этом построить бизнес вот вот расскажи чем сложны большие дяди с большими деньгами управляющие большим количеством людей они сложны тем что их сложно найти но они с другой стороны просты в работе они может быть мне лично с ними легче работать потому что у меня есть определенная методика которую я уже давно выработала и если я вижу собственника компании и он прям ну теряется и не знает что-то хочет сделать анимацию какую-то 3d модель завода я не знаю но сомневается я ему просто говорю конкретно владимир иванович сейчас я вам расскажу что вы хотите и рассказываю что он хочет например он говорит я хочу 3d модель завода у нас есть такая мысль сделать 3d модель завода нет владимир иванович вы хотите визуализацию 3d модели потому что просто 3d модель и никто не увидит что исходник модели вы получите в мае и что вы с ним будете делать вы никому не покажете нужна визуализация он говорит да а я говорю то есть нужен какой-то облет камеры может быть вокруг вашего завода и показать как он выглядит он говорит да я грунт тогда это уже анимационный ролик на одну минуту где есть какая-то заставка анимацию логотипа вашего нужно делать он говорит да потом какая-то значит какая-то возникает завода после анимации логотипа название завода потом показываем ваш завод в конце слоган покупайте наши не знаю трубы для нефтяной промышленности еще что но какой-то слоган должен быть в конце да наши контакты сайт телефон адрес телефон сайт так что нужен в конце говорит нужен я говорю я правильно поняла вашу задачу о вы правильно меня поняли светлана а начиналось все совсем по-другому начиналось он просто хотел какую-то 3d модель завода да она стоила условно 30 тысяч рублей а я ему продала проект за уже двести восемьдесят тысяч рублей не знаю триста пятьдесят там еще и облет камеры и какой-то а вдруг камера залетела внутрь завода и показать оборудование как там люди работают ты просто пишешь письма на заводы или у тебя просто есть уже наработанная база которые люди сами тебе приходят это вопрос много лет вложений в этот бизнес что люди сами тебя находят или ты прям такая письма письма есть такой способ как письма писать всем я пробовала или звонить холодной продажи у меня не получается я так не умею нет у меня есть как правильно ты сказал клиентская база есть и повторные обращения есть у меня примерно я недавно посчитал 2000 человек клиентской базе и когда вот у меня нет заказов я использую такой способ смотрю кто давно что заказывал пишу им здравствуйте ну как у вас дела может скоро день нефтяника 2 сентября не хотели бы вы заказать ну рекламный мультфильм на день нефтяника если у меня кончаются заказы я использую такой способ который называется ну я не знаю это я его так называю 10 золотых шаров воде в один день надо написать 10 писем вот кто-то не отметит кто-то ответить света не надо кто-то вообще ну все умер там не работает уже а кто из десяти человек один тебе обязательно ответит что о день нефтяника не хотим хотим на новый год ролик и если делать у тебя нет заказов два-три дня неделю то точно ты найдешь заказы да но это не основной способ это дополнительный основной способ это естественно сделать сайт и правильно настроить seo ну то есть поисковую оптимизацию и правильно настроить контекстную рекламу и все только через сайт основное 90 процентов клиентов приходит через сайт и только 10 процентов это повторное обращение из клиентской базы которые уже раньше были остальные все конечно ну через соцсети я не знаю за 10 лет работы полтора землекопа пришли через соцсети очень мало хотя вот есть люди которые через соцсети получаются ну клиентов я только через сайт вот я я совершенно близорук в вопросах seo оптимизации там а такая огромная вселенная где какие кнопки какие ну со света созвонились она объясняла там целая наука там где какие тайтлы писать там ну прямо огромная вселенная поэтому я понимаю что есть люди которые прям за это деньги получают вот потому что не понимают где чего и как там какой код и должен быть так как написан кире вставки метра какие-то там не знаю данные для обращения вот а мы как бы я есть такой из подростковой что ли такой среды я чисто на ней на этих телеграме меня нету других способов вообще какого-то продвижения на youtube вот и как-то какой-то грамме тебя что свой канал или просто но я здесь тоже как и вот и ты отчасти использую тот какой-то пол доверия не знаю как сказать то что я долго преподавал у меня было много людей которые не знают как тут вот такой сарафанная даже не радио такая маленькая радио . вещает и как-то люди приходят не находят я пытался найти себя сам интернете это невозможно но если только и дима колпаков я появляюсь если просто там школу набрать я не появлюсь никогда даже на 50 страниц так что я допустим из соцсетей но у меня может быть другая целевая аудитория что ли у меня просто люди которые как-то по сарафану нашли ну тебя тот бизнес дядя он тебя точно и я в телеграме искать не будет и случайно про тебя не узнает ну как бы узнает на других дядь вот так что это плане не очень интересно как такая другая сторона анимационного производства мы все привыкли что-то мультики а тут как бы люди деньги вот как вот например хорошо я антон я у тебя отучился у меня дальше делать нужно открывать и по чтобы работать такими людей ну я вот мне кажется открывать и пели самозанятые это самый последний вопрос который вас должен интересовать у меня было свое время оо и я прям была генеральным директором потом закрыли я просто самозанятые открыла потом закрыла потом сейчас в результате я открыла и п вообще ничего сложного нету в том чтобы открыть и п банк можно зайти а нет куда я ходил а да я сбербанк зашла за 10 минут оформили но самозанятость можно мне кажется даже дистанционно оформить дело вообще не в этом дело в том чтобы выстроить очередь из клиентов которые хотят у тебя что-то купить а потом уже открывать и п или самозанятые или такие еще люди сделаем логотип у нашей студии должен быть логотип и слоган придумаем и короче на это время так много тратят время на то чтобы сделать какие-то ну там самозанятость логотип название студии придумать не можем открыть свою студию не можем начать работать пока название не придумали главное это найти клиентов сначала клиенты потом все остальное название и п откроется название само придумали у меня нет никакого названия у меня фантазии нет у меня студия так как моя фамилия silverstov.ru все фантазия закончена мне антону страшно что допустим я сейчас приду скажу здрасте антон давайте вам сделаю а не а ты кто где твоя визитка где твой сайт покажи себя где твои портфолио такой а-а-а кажется что нужно сначала подготовиться как-то себя самопрезентовать а потом уже с этим как бы ходить с этой карточкой с этой визиткой с этим портфолио но у тебя как бы другой подход вот подготовиться минимальное как вам сказать сейчас ну минимальную подготовку нужно провести естественно надо хотя ну короче обязательно оформить страницу хотя бы в соцсетях что-то на биханцы портфолио или одностраничный сайт хоть что-то чтобы можно было показать клиенту да на биханцы свою ссылку сделаешь и уже что-то можно показать ленту если ты вообще никто и звать тебя никак и ты ну короче а вдруг ты вообще не учился в анимационной школе и не умеешь делать анимацию или нет как команды у тебя может и мошенник надо минимально подготовиться что у меня есть даже если курсовые работы дипломные работы учебные работы что-то у меня есть но делал да но если тебе директор завода говорить а вот мне надо 3d модель ну что-то ролик про завод а у тебя именно на эту тему нет у тебя анимация какая-то короче как в каком году двенадцатом я не помню в десятом у нас же тоже не было портфолио это у нас сейчас огромное портфолио и на канале у нас 300 роликов на любые темы хочешь 2d хочешь 3d а когда-то же его не было нужно сказать дорогой владимир иванович я понимаю ваше недоверие я вот только начинающий аниматор антон из подольска меня нет такого большого портфолио но я готов например сделать вам скидку 10 процентов если вы вот мне поверите что я смогу сделать для вашего но предприятия ролик при этом это должно быть правда что он правда может понимаешь если он не может и он просто ходит обещает всем это плохой вариант а если он хороший аниматор он уверен в себе что он может сделать но портфолио нет пока надо сказать я вам сделаю скидку например 10 процентов у других знаете как дорого а у меня скидка будет 10 процентов или другой способ у меня нету этих работ но я подберу референсы в интернете вот ночь не буду спать сейчас вам ночью подберу подходящие ролики про другие заводы покажу вам и посмотрите если это вам понравится я вот так вот сделаю или третий вариант ну что-нибудь предложить сделать бесплатно например я сделаю 3d ролик но могу предложить бесплатно сценарий написать а где вы возьмете сценариста чтобы написать себе ну сценарий и а я вам напишу сегодня ночью тоже сидеть буду сидеть думать короче курить сигареты поджигать свечи возьму листок перо и как пушкин такой задумалась будут писать сценарий с клиентом надо что-то делать да ну короче но он не рискует директор завода я тоже думаю что это рисковая история для него а если сделать ролик про завод какой-нибудь но несуществующий или как бы как знаешь пустоту допустим не знаю как бы фейковый заказ псевдо заказ я тоже про этот способ думала и говорит даже вот артемий лебедев говорит что он на заре своей карьеры делал фейковые логотипы для несуществующих компаний а потом нашел клиентов я думала про такой способ но если ты будешь делать фейковые ролики такие учебные дали как назовем для один для завода а тебе раз пришел и не завод а банк а потом второй для банка третий еще для кого-нибудь четвертый и ты блин в результате целый год будешь бесплатно делать ролики а заказчик так и не появится не появится лучше чем обещать какие-то мифические вещи а ты говоришь вот я сделал завода смотрите я умею это и допустим хорошо один для завода другой для чего-то еще но не банк наверное думаю на банке вообще очень тяжело выйти но какой-нибудь не знаю но тоже как-то не знаю производственная продажа обуви да к примеру вот какой-нибудь интересную просто мне это достаточно знакомая тема когда мы начинали только там не знаю 20 лет назад я начинала не за графикой заниматься мультик то еще там ну их делали где в москве и петербурге и туда надо еще попасть вот ей застык они и мы работали там с другом на региональную рекламу и да это салоны обуви какой-нибудь обязательно сантехники какие-нибудь холодильники какие-нибудь краны души на делике прикольные ролики ну как бы крутились как могли вот поэтому нет эта история ясна понятно в общем-то и люди какие нас кашне был там заводов у нас какие-то были там средний бизнес вот и куда мы тоже ходили разносили диски со своими работами которые не про рекламу там не знаю косметики или там душевых кабин вот но потом как-то получали заказы мало было денег но все равно это был очень интересный такой важный опыт какие-то вещи можно сделать простенькие какие-то стилевые большими джуи чем там нанимать операторов актеров вот это вот постановку свет 3d что-то такое сложное полностью согласна если ты например сам умеешь рисовать и сам рисуешь я бы сделала наверно так и сделала ролик какой-то но вот лично я блин я даже знаю наши зрители сейчас скажут что это света селиверстова выступает а сама рисовать не умеет я закончила художественную школу если я хотела рисовать я бы научилась рисовать в какой-нибудь видеоскрайбинг или что я умею рисовать раскадровку от руки я умею писать сценарий но вот конкретная анимацию или моушн дизайн я не умею делать и я предлагаю вот своим клиентам как бы услуги других людей то есть у меня есть команда которая это делает а я просто продюсер и я вот но не могу им сказать сделай мне бесплатно ролик да я его буду продавать клиентам сделаем ты меня 3d ролик сделаем если сам человек умеет наверное надо так сделать да в общем тогда мы переходим по другую сторону вот можем вести как света не как аниме про анимацию света по продюсированию хорошо смотри как ты находишь людей допустим тебе нужен какой-то проект и сложный нам и 3d и может быть где-то там композ какой-то и рендер должен быть и там я не знаю и моушн графика и озвучание у тебя уже есть команда сбитая если тебе нужно ну вот новые люди может быть мне нужны я вот сейчас думаю в общем у меня есть excel таблица который вот прям написано моушн дизайнеры и там пять человек режиссеры там пять человек 3d штуки ну дженералисты пять человек 3d моделлер и я условно говорю 5 надо чтобы было не меньше 3 чтобы работать с клиентами на заказ это важно да чтобы у тебя уже была команда я сейчас скажу где я ее искала иногда прямо из соцсетей или на почту мне пишут ребята я записываю свою таблицу иногда я в общем ну среди знакомых в общем уже столько лет работаем естественно у меня есть своя команда но как я ее искала я прям искала группы в фейсбуке и бока моушн дизайнер и говорю мне нужен нужен дизайнер для такой-то такой-то задачи пишите мне в личку я не раз пишу я говорю мне нужен в другую группу пишу человек который умеет делать 2d анимацию но бюджет небольшой очень дешево кто согласен сделать платно но но дешево и они там пишут я там живу в таджикистане я аниматор сделаю вам дешево я их записываю записываю таблицу чтобы никого не потерять в почте если это остается или в соцсетях останется это потеряется это надо записывать твою ну все контакты свою таблицу и постоянно их актуализировать спрашивать ты еще работаешь а что делаешь и покажи полю а какие у тебя цены и надо чтобы до для клиента быть уверенным что ты сделаешь этот проект должны быть взаимозаменяемость. Не один у тебя 3D-дженералист, на которого ты сделал вставки, и все только он делает. Короче, у меня вот даже если придет проект, у меня 3D-дженералиста минимум 3 человека должно быть. Художника-иллюстратор 3 человека. Художника-аниматора 2D 3 человека. Художника-аниматора 3D 3 человека. Чтобы вся команда дистанционная была наполнена. Вдруг кто-то заболел, вдруг кто-то женился, уехал в отпуск, короче. Чтобы была обязательно замена в команде. Прикольно. Вот. Как попасть в твою команду, к примеру? Ну вот кто-то сейчас нас смотрит, послушает. Напишите мне на почту да и все обязательно в свое портфолио и программы, в которых вы работаете. Потому что иногда просят именно, чтобы было МОХА. И МОХА-специалисты нужны на какой-нибудь там проект. Или иногда, чтобы были именно блендеровцы. И блендеровцы вы там пишите, что вот мое портфолио, вот мое резюме, работаю в таких-то программах. И я, короче, вам обязательно отвечу, конечно. Я вообще всем отвечаю. Ну, я просто тоже замечаю такую штуку, что с одной стороны люди знаешь, как люди ищут работу. Очень много людей ищут работу, аниматор, например. И с другой стороны, очень я сейчас как бы устроился в компании, я долго был на аутсорсе, на филансе, в свободном полете, года, наверное, два-три, может быть, даже четыре. Вот. И вот такой крупной компании. Я пошел в крупную компанию, и там как бы... А с другой стороны люди все время ищут сотрудников. Вот. И как бы эти люди не очень встречаются. Вот. Удивительно. С одной стороны все ищут работу, с другой стороны все ищут сотрудников, и пересечения не случаются. Это тоже какая-то удивительная вещь. Вот. И мы вот, например, у нас была классная штука. Мы искали, нам нужно очень большой объем переработать анимации. Вот. И мы просто через телеграмм нашли там... Искали 15 человек, нашли 30 в течение там двух дней. Вот. На какой хэдхантер бы это не вывез. Вот. И мне кажется, вообще это какая-то важная штука, что... Это я уже знаю про себя, что-то может быть для ребят. Вот. В том, что очень уже начинает быть важным кто спрашивает. Вот. Раньше типа любой HR, типа и ты ищешь работу. Но это может быть для джуньер аниматоров работает. А вот мы искали мидлов, и мидл не везде пойдет. Вот. Мидла еще ты попробуй там, ну, хорошего, среднего мидл-специалиста, ты еще замани. Вот. Поэтому это тоже какая-то штука, что до какой-то момента джунны стучатся в HR-ов, стучат... HR-ы молчат, а дальше аниматор растет, и уже HR-ы стучатся ко всем сеньорам, и сеньоры не отвечают уже. Такие, а, эти HR-ы пишут каждый день. Вот. Тоже какая-то такая штука. Вот. Какое-то есть дисконнект. Площадка Ха-Хару не сработала, как, ну, как явление. Обычно там какие-то упоротые вакансии, вот, и какие-то странные условия и низкие деньги. И это удивительно, что, как бы, поиск анима перекатило вообще только в соцсети и сарафанное радио. Обычно это так происходит. Там ребята есть знакомые, вот мы ищем по друзьям. Вот. Да, почему-то по друзьям ищут всех. Я... Я не знаю, в чем, ну, секрет Ха-Хандера. Я, короче, не специалист. И я не HR-специалист, поэтому полностью я не отвечу на твой вопрос. Я могу только свой опыт рассказать, что я на сайте студии публикую вакансии. Кстати, я их давно не обновляла. И там написано описание вакансии, кто мне нужен. И можно мне написать, да. А почему такая ситуация, почему они не встречаются, да. В общем, потому что, мне кажется, что... Это Россия. Потому что здесь много анимационных проектов. Начинается и закрывается. Начинается и закрывается. Ничего не стабильно. Вообще, да. Ну, я думаю, это волнует. Но у нас очень много это какой-то, да. Хотя, не знаю, мы не знаем рынок там, не знаю там, как это происходит в Индии, вот, или как это происходит в Сербии, или как это происходит в Германии. Там тоже, наверное, какие-то небольшие компании, маленькие. Но это, конечно, пожестче, наверное. Вот. Ну, не знаю. В Соединенных Штатах или в Бразилии, я думаю, тоже какие-то ребята что-то пилят, кому-то отсылают. Тоже... Вот это региональный... У тебя более высокий сегмент? Я работал прям на самом дне. Вот прям какие-нибудь ларьки, буквально чуть ли вот... Один магазин с одним магазином. Вот. С одним, как бы, офисом. И вот они что-то продают, им нужен ролик, который будет кататься просто у них там на экране. Вот. Я вот с самого дна пришел, поэтому такого, я думаю, дохренища в любых странах. Кто-то же это делает. Надо важную мысль, пока я не забыла. Тогда получается, что вот для человека, который, например, аниматор или моушн-дизайнер, да, два пути есть. Надо вот сразу их обозначить, чтобы мы не перепутали. И либо он хочет устроиться в студию и подниматься вот джуниор, ну, миддл, да, сеньор. И вот такую карьеру делать. Либо он хочет делать мультфильмы на заказ для коммерческих заказчиков. Вот смотри, в первом случае у него будет заказчик кто? Режиссер, продюсер этой студии или игроди? Ну, кто делает игру? Все равно там есть какой-то продюсер или режиссер. Правильно? Ну, я работаю с продюсером. У нас есть продюсер, который вставляет общие задачи. Этот способ, мне кажется, более цивилизованным и логичным. А вот то, что я делаю, это второй способ. То есть стать предпринимателем и искать заказы на открытом рынке и работать напрямую с заказчиками. Да, ну, может быть, банк, завод или кто, какое-нибудь предприятие, какой-нибудь корпоративный контент делать. Но тогда твои заказчики, они вообще, ну, не из мира искусства, не из мира анимации. Они просто конкретно производственники. Они что-то делают на производстве. И с ними будет, ну, тяжело работать. Не то, что тяжело, вообще по-другому. Вообще по-другому. Никто тебе техническое задание нормальное не поставит. Это что еще? Ну, аниматик нормальный не пришлет, по которому можно все сделать. Это какой-то совсем другой способ. Ну, в общем, я не знаю, какой правильный. Мне кажется, второй способ подходит для тех, кто чувствует, что он хочет и может быть предпринимателем. Ему слушно сидеть просто в студии и делать на заказ что-то одно. Хочется время разное все делать. Не знаю. Ну, вот если ты, как бы, я тут, смотри, ты, как бы, продвигаешь больше позицию продюсера, наверное, учишь больше продюсеров. Да, да, да. Вот. А я, как бы, со стороны больше аниматоров. Ну, условно, если бы я выбрал такую позицию не ходить по студиям и не сеть в офисе, а вот работать на различные, вот, проекты, типа, вот, ну, или там, компании, как твоя, мне нужно было бы просто найти много таких компаний. Типа, я в табличках у пяти компаний, вот. Да. И они периодически что-то делают, и я все время в заказах. Ну, вот в какой-то момент, когда я был в таком вот, в каком-то режиме работал, я был много у разных людей, они писали, спрашивали, надо это сделать, надо это делать. Мы делали. Но со стороны производства, вот, производителя, могу сказать, что это сложно. Потому что требования какие-то всегда размытые, непонятные, что они сами хотят. Вот. Они знают, что они сами хотят, да. И там, знаешь, как там очень много изолированности, ну, я, честно говоря, со стороны того генералиста, который у тебя работает. Вот. Мне как-то в этом, мне сложно расти, мне не у кого получить опыт, вот. То есть это достаточно немножко замкнутая штука. То есть может пройти пять лет, а ты делаешь все одно и то же, и ничего нового не изучаешь. Вот, если ты приходишь на студию, это колоссальный рост, потому что там задачи, к которым ты явно не готов, и ты даже не знал, что такое бывает. Вот. И есть старшие товарищи, которые могут что-то передать. Поэтому я для себя выбрал какой-то такой вот переходный путь. Я работал то в студии, то на себя, то в студии, то на себя. То есть набирался опыта какого-то этого. Меня зашкаливал уровень отвращения корпоративной этики. Вот. Я сваливал, уходил на фрилансы, делал кирштуки. Вот. Потому что я не люблю все эти вот бюрократию родскую. Вот. Работаю, работаю, понимаю, что уже зациклился на чем-то типовом, снова иду там в студию. Ну, у меня так все время и получалось, что я туда-сюда, туда-сюда. Вот для меня был такой опыт и расти, и в одном направлении, и в другом, скажем так. Какой-то растить самостоятельность, и растить скиллы. Ну, вот мне интересно именно продюсирование. Мне кажется, вот человек, который вступил на путь поиска заказов на свободном рынке, он не сможет вот все время быть 3D-аниматором. Как ты, например, 3D-аниматор, и все. Ему придется быть продюсером, сценаристом, самому писать сценарий, самому потом композ изучать, ну, то все, в авторе этот ролик забрать, чтобы самому быть режиссером. Ну, в общем, ему придется быть всем. Только одним 3D-аниматором не удастся. Ну, вот, да, наверное, такой был выбор. Вот, идти в бизнес, как бы, направление, или в, как бы, в артовое. Ты такая, ты та, кем я хотел быть, но у меня не получилось. Вот, как бы, знаешь, мы шли в этом с другом, в это направление. Но я такой, нет, это, ну, не знаю, мне страшно во все эти, с этими большими взрослыми дядями говорить. Я лучше в мультике поделаю, вот. Ну, лично. Я уже в прошлое время тоже хочу работать на... Блин, уже по найму кто-нибудь бы меня взял работать, да, на работу и платил мне зарплату. Я уже тоже хочу сидеть и не работать с ними. Ну, мне, в общем, условно... В общем, у меня уже не получится. Уже меня не получится, да. Во-первых, мне 49 лет, меня не возьмут просто, например, менеджером проекта в какое-то рекламное агентство или в какую-то студию. Как только они видят в резюме, что у меня был свой бизнес, и я была генеральным директором, я сразу отказываю. И у меня еще есть вторая причина, что я не знаю английский язык. И, в общем, я как бы хочу в Москве жить, хочу высокую зарплату, ну, хочу высокую, что, доход? Да. У меня другого выхода нет. Я только должна быть работать, ну, предпринимателем. На зарплате у меня не получится работать, да. У меня такой зарплаты не будет, которая бы меня устраивала. И что? И весело мне, уже весело мне так не будет. Мне кажется, ты как-то закиснешь, если тебя взять пьемом на какой-нибудь проект. Ну, я же работала. Мы будем говорить о том, что я, ну, 10 месяцев я проработала в анимационной студии. В какой будет? Или, я не знаю, нельзя бренды говорить. В одной из крупнейших анимационных студий России. Давай так абстрактно скажем, да. Одна из крупнейших компаний. На которой везде, вы видите, на канале «Карусель», на канале «Мульф». Я, ну, 10 месяцев там проработала, как бы, руководителем рекламного отдела, руководителем направления бизнес-анимации. Ну, в общем, что-то вот именно на компанию у меня работать не получилось. Мы расстались в хороших отношениях, но вот ко мне такое чувство, что ни я пользы компании не принесла, ни они мне, что именно в плане роста профессионального, не знаю чего. Я бы хотела там, как бы, большему научиться. А получилось, что мои клиенты, которые у меня были раньше, были не готовы к таким высоким ценам, которые в такой известной анимационной студии. И они, как бы, перестали заказывать. А другие заказчики, которые, ну, с такими большими деньгами, не пришли в эту студию. Ну, пока мы не залезли в опасные темы, расскажи про школьницу. Как у тебя устроено обучение? Сколько у тебя школьников, учеников? Вот, нет, про обучение, пожалуйста, меня не спрашивайте. У меня, ну, по идее, у меня целых два ученика. То есть всего два человека купили мой курс. Ну, я все там, все, что там нужно было, в телеграмных вопросах отвечаю. Я все, что у меня спрашивают, я все отвечаю, им помогаю. Но большого потока учеников нет у меня, потому что я неправильно, я так понимаю, настроила рекламную кампанию, неправильно сделала курс. Вместо того, что может пойти поучиться, куда-то узнать, как делают курсы, как их запускают, что такое запуск. Я все решила, ну, как бы, сама освоить. Я решила, что я там курс не сделаю. В общем, мне нравится осваивать новые территории, то, что я никогда не делала, делать что-то новое. Я попробовала сделать курс, я его сделала, но я все сделала неправильно и наступила на все грабли, которые только можно было наступить. Молодежь и юные ребята вряд ли полезут вот так серьезно в бизнес. Ну, ты такая, мне 49 лет, и как будто это, типа, какая-то, ну, какая-то отрицательная аннотация к тому, что, ну, кто тебя возьмет там в студию. На самом деле, очень много у меня и аниматоров приходило, очень взрослых людей. У меня самый взрослый дядя был в анимейшн-скуле, ему было что-то около 60, по-моему, с чем-то лет. Вот, он говорит, ну, я хочу вот внучки мультики делать, вот. И когда я учился в американской школе, там тоже были очень взрослые люди, то есть это нормально, когда взрослые люди там такие, я решил сменить профессию, начать что-то делать. Вот, поэтому, мне кажется, ты можешь как-то, и твоя целевая аудитория не столько любителей аниме, вот, сколько более взрослая аудитория, вот, которые такие, да блин, сколько можно, я хочу вообще свой бизнес, что есть вообще, вот. Как это все, ну, как заняться чем-то, что приносит деньги, вот. Поэтому тебе надо еще найти этих людей, которые, вот. То есть они вообще не аниматоры, да? Как будто бы да, вот, как будто бы не совсем. Когда ты входишь в ВК с этим ребятам, вот я делаю, делать мультики, а они как подростки смотрят на, вот, и тут возникает какой-то этот подростковый бунт, вот этот вот, да что ты знаешь, я сама вообще, вот, я сам все могу, ну, как-то вот взрослая тетя меня что-то мучает, вот. Ну, какая-то вот невзрослая позиция включается. Ты мне говорил, что там был как-то, выкладывая, получила достаточно агрессивную реакцию. Вот, просто взрослые люди, которые воспринимают профессию как чисто заработок, у меня там, ипотека, дети, семья и прочее, они в этом плане как-то более, как-то лояльны вообще к чему-то новому или к тому, кто дает знания, вот. Может быть, сейчас я подумаю. А если я напишу продюсирование анимационных роликов, да, то я тоже словлю хей, типа, на продюсера надо учиться пять лет во ВГИКе. Как вы можете за 20 уроков, видеоуроков... Внимание всем, и для того, чтобы устроиться на работу, вам нужно обязательно иметь художественное образование, пять лет работы в Анриле, в Май, в Блендере, в Максе, нет. Вот, все это чушь. Для того, чтобы быть аниматором, не нужно учиться во ВГИКе, хотя многие его заканчивают, и это мало что им дает полезность. Чтобы быть продюсером, нужно не обязательно учиться на продюсера. Вот, я считаю, что нужно учиться на юриста, не знаю, очень важно. На экономиста, как я учусь. Экономиста и медика. Вот, я бы хотел, чтобы медики были люди с образованием. Все остальные... Так я шучу, много профессий важных, но и медиа, скажем так, профессии, артовые профессии, они вообще далеко не про, там, не знаю, красный диплом или не диплом. У меня вообще нет никакого диплома, я не закончил университет. Вот, я два раза получился на первом курсе, два раза на втором, понял, что... Прогрессию я понял, вот, понял, что это дорого и вообще забил. Вот, ничего, справляюсь. Поэтому не думайте, кто бы нас не слушал, важно не столько образование, какое-то вот классическое, важны знания. Вам заплатят только вы, вот, пошли и продали ручку, и не продали ручку. Вот, только за это, если вы как продюсер смогли организовать проект, или не смогли организовать проект, есть у вас диплом или нет, тем более, о чём говорит Света, о создании своей собственной компании, по большей части, вот, вам самим ваш собственный диплом не нужен, вот. Да, я вот сейчас думаю. Ну, в общем, в те времена высшее образование ценилось, когда не было интернета, а ты где? Мы в институте, в библиотеку ходили для того, чтобы книги по маркетингу почитали, уже оборот, библиотеку. А где ты возьмёшь эти книги, если я в маленьком городе живу, а интернета нет? А сейчас, когда есть интернет и доступ к знаниям, зачем, да, учиться? Пять лет в институте я тоже считаю, что это лишнее. У меня дочка института, это тоже моя проблема. Ну, в общем, надо что-то, я думаю, поручить. Вот если целевой аудитории моего курса говорить, что должен человек что-то уметь рисовать, разбираться, что такое компьютерная графика, если он вообще пришёл, ну, короче, на заводе работал строителем, или, кстати, у нас есть знакомый аниматор, который на стройке работал строителем. Я не знаю, можно интересные истории из жизни рассказывать. Ну, в общем, надо разбираться, что такое анимация, компьютерная графика, хотя бы примерно, чтобы открыть свою студию, стать продюсером, да, собрать команду, выйти на крупных клиентов. Это вообще ничего сложного нет. Ну, надо представление иметь, что художественное произведение, завязка, кульминация, развязка, что-то должно быть, какая-то база знаний, да? Не знаю, я думаю, продюсер может вообще в этом всё не понимать и иметь чувство, наверное, хотя бы чувство вкуса, вот, потому что он может, так, мне нужен ролик, погнали. Режиссёр, раскадровщик, есть у меня парень, вот сейчас накидает. Вот, сценарист, есть девочка, сейчас напишет сценарий. Это аниматик собрать. В смысле, в этом плане ты часть работы берёшь на себя, вот. Ну, просто таким образом ты не платишь людям деньги, а платишь их сама себе за то, что ты сама это сделала. А так, по идее, если как бы всё это раскидать по бюджетам, можно всё отдать на аутсорс, а сама просто, просто куратор всего этого. Ты просто видишь, чтобы всё это работало как часы, сроки, вот, планы, вот, что хотел клиент, чего мы дали. Вот, какое-то такое связующее звено, коммуникатор. А про работу аниматора у меня тоже есть интересные случаи, когда вот у меня есть знакомый аниматор, который приехал из Владивостока в Москву и устроился работать на стройку, потому что на стройке дают общежитие. И он весь день работал на стройке, а потом в общежитие приходил и на ноутбуке рисовал мультфильмы в Моха. И он говорит, что потом пришлось ему со стройки уволиться, потому что в общежитии мужики стали коцать смотреть на то, что он разговаривает. Ну, типа, а почему у мальчика ноги не... Ну, а пришлите мне ноги мальчика отрезанные, или там руки девочки, но это чтобы пальцы были отдельно. И, короче, он такой говорит, надо уходить из этого вообще. Мужики со стройки не поняли вообще. Да, мужики со стройки не поняли. Такой, чем ты занимаешься? Смотри, на ноутбуке что ты делаешь? Ну, в общем, сейчас он ушёл со стройки и только делает анимацию в Моха. Ну, я так поняла, что этот переход для него вообще несложным оказался. Он говорит, что он мне на стройки там платит, ну, там 30 тысяч, не знаю, 60. Я могу и аниматором заработать 30-60. Мне много не надо. Я живу один, жены нет, детей нет. Он такой, нервный, аниматором буду работать. Мы когда только с тобой начинали общаться, наша вторая встреча со Светой, ты говорила про то, что аниматоры, и деньги, и всё такое. Тут очень тоже важная штука, что насколько, вот, ну, в любом случае, даже если я вот аниматор и не хочу там делать свой бизнес, я как бы, я сам есть продукт всё равно. Вот. То есть я должен продавать свой труд, рекламировать себя, там, заботиться о своём портфолио, о своём, там, не знаю, что у меня в Фейсбуке условно или в социальных сетях. Потому что иногда я захожу, там, знаешь, ещё человека мне сказали, вот, хороший аниматор, захожу, я не знаю, там, вы как-нибудь. А у него какая-то такая дичь, вот, на странице. И где-то даже, не знаю, там, ксенофобия. Я такой, оу, не, сразу нет, вот. Зачем такие странные, непонятные люди, вот. Или если я там, не знаю, зайду, там, у человека какая-нибудь, ну, это же лицо, вот. Понятно, что это, ну, там, друзья твои смотрят, окей. Но если ты, как бы, продвигаешь себя, ну, как специалист, сотрудника, вот. Рекламируйся как бренд, вот. Это то, о чём мы с тобой говорили в прошлый раз. Я даже потом написал, там, студенту. Многие студенты, там, или, вот, аниматор начинающий подписываются странно. Вот нету ни имени, ни фамилии. Какой-нибудь, там, Родридис, вот. Вот, котейка 37, вот. Это странная штука, но, как бы, я понимаю, что мы все из соцсетей, и мы пережили ICQ, там, не знаю, первые, там, что у нас было после ICQ? В скайпе появились, вот сейчас мы теперь, там, в телеграме, ещё где-то, вот. Это вообще просьба ко всем, не стесняйтесь своими, ваш, и ваше имя, ваш бренд. Это самое ценное, что у вас, что нужно холить, лидеть, репутацию, имя, чтобы вас все знали, чтобы, если вы встречаете какое-то, не знаю, неуважительное отношение к себе, скажите, простите, но мне так не подходит, наверное, нам лучше здесь расстаться. Вот, не нужно говорить, ты сам мудак вообще, ты сам видел себя, что-то у меня тут, вот. Потому что такое много есть, вот, и встречается, и с вами могут потом не работать. Поэтому, вот, как бы, про какую-то взрослость у нас вообще. Вот мы тут с тобой вот встретились, я очень почувствовал себя взрослым. Но не в смысле старого, в смысле опытным. Вот что-то такое, да, правда. То, что хотелось бы рассказать, своего опыта сказать, ребята, вот это важно просто. Имя важно. Вот, если говорить о молодых аниматорах, я здесь вижу две проблемы. Я их еще видела, когда я работала в наружной рекламе, в общем, художником. И у всех, ой, сейчас, художников, ну, это та же самая проблема. Хоть художники, хоть аниматоры. Как бы, вот, неумение продавать себя, и нежелание заниматься вообще продажами, и отвержение этой стороны жизни, как это я буду себя продавать. Ведь я творец, я ведь художник. Как это я возьму и буду говорить с клиентом о деньгах? И как бы неудобно как-то и говорить, и еще неудобно называть цены, и вообще я не могу, и не умею. Это первое. А второе, что он, ну, короче, не умеет. Да, личный бренд. Мне кажется, что это естественно. Я всю жизнь занималась тем, ну, все равно маркетинг, продажа, личный бренд. Это как-то близко и понятно. А если на самом деле человек об этом не знает, ничего не знает, что такое личный бренд. Не знает. Может, ему 23 года, он только начал, ну, рисует хорошо, и сто раз я с таким сталкивалась. Талантливый художник, талантливый аниматор, рисует хорошо, а с продажами плохо у него, и с личным брендом у него плохо. Он даже не знает, как, что это выстроить. И я же вот сейчас работаю с парнем. У него хорошие работы и хорошая анимация. И то, что даже в соцсетях все плохо. Но он как-то даже не чувствует, как можно, ну, свою ценность не понимает, и как можно себя продавать, и как можно продавать себя дорого. И он буквально какие-то цены, там 10 тысяч называет, 5 тысяч рублей называет, говорит, а у меня вообще работы нету. Мне вообще просто жить не на что. А у него такие знания просто по 3D, не знаю, все, все программы, все, что я ему даю, 3D-анимацию животного сделал. Рик для персонажа сделал. Короче, он все это знает теоретически. Получается, что он себя вообще не ценит или не умеет продавать, как-то так сказать. Там шерсть у этого животного сделал, текстуры, модели сделал. Я говорю, так ты все умеешь, все знаешь. А они совершенно не умеют себя преподнести, получается так. Он просто не знает, что он где-то сейчас стоит на рынке, там, ну, тысяч 100 в месяц. Нет, у него даже 20 тысяч рублей, я так поняла, зарплаты нет. Я говорю, надо же этим просто заняться, как-то свое резюме привести в порядок, портфолио привести в порядок, или просто свою жизнь, да. Вот он мне говорит, меня все дергают. Мама говорит, иди в аптеку, папа говорит, иди в магазин. Кто-то еще говорит, а ты вообще не работаешь, что-то тут сидишь за компьютером. Просто привести в порядок свою жизнь, заняться с тобой, продажами, работой своей. Ну, короче. Ну, у нас же все одно и другое следует. Вот. Все же одно и другое следует. Поэтому у меня был какой-то опыт еще большой психотерапевтический. Я учился на психотерапевта. Мне понравилась там одна важная концепция. О том, что, ну, там Пьерл заговорил, Фридрих Пелс, который все это придумал, это ученик Фрейда, который придумал учение, которое стал, наверное, один из самых ярких побеседных. У него концепция о том, что, ну, такой холистический подход, все, что все едино. Вот. То, как ты ешь, вот так ты делаешь все остальное. Если, например, ты ешь, не запихивая все в себя, не чувствуя вкус, поел за две минуты и ушел, ты так все остальное делаешь. Ты так же смотришь кино, не вчитываясь, или читаешь книгу, не вчитываясь, не вникая в смысл. Так же разговариваешь с людьми. Ага, поговорили, поговорили, все пока. Вот. Так что оно все единое. Поэтому, да, если, как бы, скорее всего, если как-то он не простраивает какие-то, не знаю, границы, чего с ним можно делать, а чего с ним нельзя делать, даже на уровне мама-папа. Вот. Так же он будет работать и с клиентом, вот, или с заказчиком, потому что он не говорит, ну, у него нет своей ценности не только в работе, в принципе, вот, во всем. Он так будет вести себя во всем, в отношениях, с бизнесом, не знаю, с девушкой, там, не знаю, с мамой, папой, с братом, с кем угодно, с матом. Вот. Я, конечно, всех вот вас рекомендовал всем психотерапией, потому что вы все больные. Потому что там столько, у вас столько ресурсов, про которые вы даже понятия не имеете. Вот. Или так многое в вашей жизни может вашу жизнь занимать какая-то ненужная, там, психологическая жвачка, вот, которая, про которую я жду, и не знаю, что так нельзя делать. Вот. Ходить и всех во всем винить, это кажется для кого-то очень естественным и нормальным. Вот. А если оказывается, когда ты узнаешь, что этого можно не делать, вот, высвободится огромное количество энергии на то, чтобы заняться уже собой. Секунду. Так вот, родился курс, если у тебя есть курс и у меня есть курс, надо же сделать совместный какой-то продукт, как творческому человеку научиться продавать себя дорого. Это же прекрасная тема, это же бесконечная. Творческому человеку к всему, и аниматору, и художнику, иллюстратору, и режиссеру, и писателю, я не знаю, не знаю, может, только визуальные, ну, как бы, индустрии, ну, какие-то. Но это же просто необъятная тема. Может быть, кто-то рисует картины, делает рукоделие. Как творческому человеку научиться продавать себя дорого? Можно же сделать такую программу психотерапевтическую и показывать там ценности свою, научиться свою ценность показывать кому? Миру вообще, клиенту в частности, а миру вообще. О, классная идея, да? Ну, честно, что ваше, что мне нужно как-то тот, я так отвертил, ну, как бы, я учился на психотерапевте, но понял, что не хочу этим заниматься, ну, как-то, и прям совсем на новую жизнь надо начинать, и, ну, как бы, и, не знаю, и страшновато. Учение было у тебя клиента? Учился на психотерапевте, работал? Нет, я работал несколько там, ну, недолго. У нас была какая-то, в рамках учебы мы должны были обязательно вести, у нас была, мы разбивались в группу, у нас большая была, мы разбивались на тройки. И кто-то кому-то терапевтом, кто-то клиенту, кто-то наблюдателем. Вот мы так вот сессии проходили. То есть я работаю и на интенсивах, я тоже работал с незнакомыми людьми, то есть у меня там был, ну, за все время, может быть, сессии 20 я провел в качестве терапевта. Знакомые за консультированием больше, чем большой работает долгосрочный. Вот. Но как-то я понял, что, ну, это прям такая штука, что нельзя этим заниматься в свободное время. Вот так скажем. Это прям с головой. Но какой-то нереализованность там осталось. Мне очень хочется говорить о том, что, знаешь, когда я все это впервые начал слушать, я думал, вот, что должны рассказывать в университете на первом, втором и третьем курсе университета. Не культурология, не искусствоведение, там, что у нас, вот, философия или прочие, какие-то абстрактные науки, которые все забудут через месяц. Человека научить говорить с человеком. Это самое вот ценное, что вообще важно. В общем, нужно делать, вот, учить чего. У меня есть дочка. Я вот сформулировал здесь три задачи, которые я должен сделать как отец. вот, это то, чтобы, чтобы она знала, что она окей, вот, что она в порядке. Ева, ты в порядке. Все, что происходит, все хорошо. Чтобы она могла спокойно говорить, что она чувствует, вот, ну, как бы, рассказывать, какие у нее эмоции есть и говорить то, что она хочет. Даже, наверное, чувствует. важно, чтобы она говорила то, что она хочет и понимала, что она хочет. И, наверное, про то, что я ее люблю как-то, вот. Что она, в принципе, для мира, окей. Что она для меня, окей. И ты, когда во все это имеешь, подумай, чего ты хочешь вообще. Чего ты хочешь. Мне очень важно, ты хочешь сейчас мороженое или вот конфету. Вот. Выбери что-нибудь одно, но скажи, что ты хочешь. Вот. Чтобы мне кристаллизировать это желание. Вот. Потому что, по большей части, мне кажется, мы боимся, чего-то хотите. Вот. Все равно от нее по рукам надают, вот. Или поругают, что больше всех надо. Вот это вот все. Вот. На самом деле, да, нам стоит какой-то сделать курс психологической разгрузки или какой-то, не знаю, калибровки, вот, или как-то, не знаю. А третье, третье важно для ребенка, что ты окей, чтобы ты знала, что ты хочешь. А делать? Самое главное, чтобы ты, ну, вот в этом плане, я думаю, что оно само сформулируется. Если она понимает, что она хочет, она сама, она сама найдет способ решения. Вот. Я не хочу научить ее того, как надо делать. Вот. Я знаю, мир безопасен, ты прекрасна, вот, пойми, что ты хочешь делать. Наверное, если бы простить тезис, но вот эти бы вещи мне хотелось, наверное, дать не только ей, но и другим людям тоже. Потому что у меня какое-то такое большое чувство к людям, я такой, вы классный, мир не такой страшный, как вам кажется. Вот. Не бойтесь, вот, не стыдите себя, не бойтесь мира, вот, прислушайтесь к себе просто, что вы хотите. Вот. И если, если говорят, я знаю, что хочу, но я боюсь, но как бы не бойся, не так все страшно. Ну, может быть, это как-то просто звучит, вот, и когда уже на тебе куча всего нацеплена опыта житейского, ты уже как бы сложно переключиться, но пока вот Ева та маленькая, мне бы хотелось, не знаю, и дать вот эти какие-то базовые тезисы. Но меня совсем по-другому воспитывали, это, короче, не важно, что ты думаешь. Меня-то тоже, это понятно. Главное – работать. Главное – много работать. Это я из семьи смешедших трудоголиков. У тебя был главный тезис семьи – ей надо работать? Конечно, это же протестантская этика, да, у меня папа русский немец, их в свое время репрессировали и отправили в Казахстан. И как бы самый главный смысл этой семьи – это взять на огороде работать, потом дома работать, потом взять еще 10 соток земли, еще там картошку посадить, еще потом построить дом. У меня папа вообще никогда не отдыхает, он постоянно что-нибудь строит, что-нибудь ремонтирует, копает. Ну, и как бы мама русская, но все равно она эту же как бы семью приняла, что главное в жизни, неважно, что ты светочувствуешь, никого не интересуют твои чувства, иди работай, еще и еще учись на пятерке. Если учишься на четверке, нельзя, короче, только учись на пятерке и работать же вообще, капец. но это как бы бог на тебя смотрит, это протестантская этика и видит, если ты не работаешь днем, он тебя накажет. Только после заката можно как-то пойти в сторону кровати и там полежать. А пока солнце еще высоко, надо работать. я не знаю, какой у меня какой-то в семье такой главный какой-то метатезис, но для меня был какой-то не отсвечивай. Будь как все, не светись, не выпячивай. А я как бы, может быть, из бунта какого-то наоборот, вообще как бы эти танцы какие-то, там вот эти вот какие-то квены вот этот какой-то вот. И внутри все равно все время какой-то такой я как бы пытаюсь, не знаю, мне как бы неловко, но я лезу на сцену. Вот так вот, понимаешь? Классное. С неловкостью и стыдом лезу на сцену. Будет слет аниматоров 25 до 6 числа августа всех приглашаю, я буду там выступать тоже вот с темой. Классный, но я буду очень волноваться, стрематься и неловко себя чувствовать. Неловко буду лезть на сцену. Так что у меня уже. А вот можно я спрошу Дмитрия, а вот ну вот первый вопрос, почему ты решил заниматься 3D-анимацией, а не чем-то другим, я не знаю, много же 3D-моделирования, визуализации интерьеров, можно же делать интерьеры и как бы, ну и что ты делал, чтобы хорошо зарабатывать, ну на этом зарабатывать, ну хорошо, это второй вопрос. Первый, почему именно 3D-анимация? Ну мне понравилось вообще делать видео-контент, я же начинал не как аниматор, вот мы, не знаю, я сделал какую-то заставку, как больше моушн-дизайнер какой-то вот, 3D-моушн-дизайнер, тогда еще не было там, не знаю, какого-нибудь синего, который могло клево давать что-то, вот, автор был и то дурацкий, вот, короче, я сделал заставку для Аквена, мне очень понравилось, там 3D-объекты, я такой, вау, это круто, все летает, объемный свет, рендер, источник света, и я вот начал идти туда, делал, меня как-то друзья взяли в компанию и я делал рекламный ролик в космосе, космонавты летали, собирали космическую станцию, ну это какой-то был вообще восторг, вот, и я влюбился в компьютерную графику в принципе, вот, анимация это как язык, ну какой-то невероятный язык, не знаю, передачи, как повествование, вот, мне всегда было интересно и я такой, ну это что-то недостижимое, это прям совсем что-то не для меня, потому что я больше технарик, вот, я работал-работал там моделером, текстурщиком, потом ушел в визуализацию, там архивист, не знаю, интерьерный дизайн в визуализации, потом поехал в Москву, реклама, продакшн, вот, реклама для федеральных каналов, пиво, различные банки, не знаю, там, телефонные компании, вот все такое, но всегда мечтал быть попробовать анимацию, не знаешь, как бы не хватало для полного, полного какого-то вот флеш-рояля в этой колоде карт, мне не хватало еще анимации, и всегда смотрел на аниматоров, как на каких-то вообще, волшебников, магических чуваков из параллельной вселенной, в общем, я пошел учиться в аниме-шен-вентор, и как-то это, ну, захватило, вот, там как-то подхватилось, одно другое, главное, лично для меня, я не совсем аниматор, вот, я как бы про анимацию много знаю, вот, но я люблю в целом компьютерную графику, вот, и когда я там работаю, мне нравится там, и я пишу скрипты, софт какой-то программный, вот, что-то связанное с технологичностью, вот, поэтому в чистом виде анимация как карта мне не так интересно, мне интересно создавать какие-то технологические подходы к решению задач художественных, вот, что я больше изобретатель какого-то пайплайна анимационного так себя больше вижу, чем вот художник-художник, скажем так. А когда вот ты, например, зарабатывать? Нет, такой вот заработал 40, например, какую-то сумму, а не было такого момента у тебя там, типа, заработал 40 тысяч, и такой думаешь, а как бы мне заработать 100, а как бы мне заработать 200, а где этот путь, а как его выстроить, или ты так не думал? У меня до сих пор все это время происходит, как сделать x2, вот, что нужно сделать, чтобы сделать x2, ну, в два раза увеличиться, вот, масштабируемость, меня вообще даже в любой какой-то деятельности интересует не столько там заработок, масштабируемость этого заработка, вот, потому что, не знаю, я ушел отчасти из анимэйшн-скула, потому что там только все в конце связалось, типа, ну, время, деньги, а я, типа, не могу давать там 60 часов в неделю, вот, есть только, два выходных и я преподаю по 14 часов в день, окей, больше-то я не могу, вот, тут нет масштабируемости, поэтому я такой, ну, как-то это просто тратить деньги, время на деньги не так интересно, как что-то там, не знаю, искать другие решения, но, в целом, я все время, да, я такой, как заработать больше, вот, сначала это перешло в какие-то простые вещи, делай больше, получаешь больше, вот, окей, есть у этого какая-то имитированность, дальше, про избирательность, ищи более жирные заказы, где работать надо меньше, а платить за них дороже, как правило, это срочные заказы, вот, это выгодно, браться срочно, когда ты умеешь быстро делать, короче, вот, делать быстро и херню оказалось наиболее выгодно, чем делать дорого и качественно, вот, поэтому это было, когда я работал на аутсорсе, вот такие заказы приносили больше всего денег, вот, но надо научиться просто, в первую очередь, работать быстро, следующим, после быстро, начинаются качественно, вот, качество, мне кажется, стоит не так дорого, как скорость, секунду, да, а вот, если же, я вот тоже с этим сталкивалась, короче, больше всего денег, но не то, что больше, короче, приносит, в процентном соотношении, видеоскрайбинг, хотя это дешевые заказы, там может минута 120 тысяч стоить, но я, ну, в общем, но они стоят, как бы, но это такая анимация, на которую никто не обращает внимания, в плане заработка, думают, наверное, в 3D больше зарабатывать можно, наверное, в моушн-дизайне больше зарабатывать можно, а вот видеоскрайбинг, это какая-то простая фигня, на которую никто не обращает внимания, а за видеоскрайбинг люди готовы платить деньги, а делать его легко, там вот так вот сама рука обводит, но просто генерит программа руку сама, просто ты подбери картинки, ну, аниматика или раскадровку выстроить правильно, и рука сама все нарисует, кстати, вот про этот видеоскрайбинг можно подумать, и еще про Диму, вот что я хотела спросить у тебя, вот, этим вызвано твое желание, вот сделать курс, да, какой-то продукт, чтобы его покупали люди, то есть ты не затрачиваешь свое время, тебе не надо, как масштабироваться, вот так масштабироваться, сделать продукт, люди его покупают, ты сидишь, делаешь, занимаешься другими делами, ребенком занимаешься. У меня было два ботхерта, вот, один про то, что, когда я преподавал, допустим, группой из 10 человек, 4 человека, из них прям проходят дальше, и доходят до конца, условно, там, не знаю, курса всех, классов, но остается там 60%, которые вылетают, либо сразу, либо позже, они платят, типа, вообще бешеные деньги, ну, типа, это большие деньги, за курс, для человека, там, из региона, это прям охренеть, какие большие деньги, вот, я даже не беру какие-то там, вот эти, XYZ школы, или там, я не знаю, какие-то, где-то там 200 тысяч людей, или Scream School был, 200 тысяч людей платят за то, чтобы просто чуть-чуть узнать чего-то про анимацию, вот, даже не конкретно в мае, и мне было как-то все время непонятно, неловко, не знаю, стыдно, что ли, что я сделаю не так, что людям так становится больно, тяжело, они уходят, вот, мне... Да, это ты, в чем, это люди такие, да, начатели, в конце концов, нет, это не только в этом, просто для многих это было очень болезненно, обучение, вот, мне хотелось сделать школу для тех, у кого не получилось, знаешь, вот, вот такой у меня была мысль, для тех, у кого не получилось, не получилось бы, вот, даже вот так, для тех, кому, там, у кого нету так много времени, для этого, у кого нету так много денег, на это, для тех, которых дать возможность людям вот хочешь быть аниматором будь вот за копейки по сути, вот тебе весь материал вот, я тоже не резиновый и поэтому не могу сидеть и онлайн проверять вместе с вами все ваши работы, но я их я нашел какой-то для себя такой безопасный, жизнесохранный вариант просматривать 200 человек в неделю вот если как-то глобально, наверное мне никогда никто, когда я там всем этим занимался, не мог помочь я чувствовался совершенно в вакууме вот, и наверное я себе тому через других людей вот этот вакуум восполнил, как-то хочется позаботиться о себе тому, но уже только через других людей ну вот это хорошее дело, вот курс есть, надо теперь его как-то надо, чтобы все его покупали а ты не раскроешь в продаже, сколько у тебя его купили я вот сказала, у меня только два человека купили мой курс пока что ты не скажешь, сколько ну нет, у меня нет каких-то секретов у меня три курса вот у меня, бейзмин, самый первый начальный там учеников сейчас скажу 329 человек ого, 329 как масштабироваться вот так масштабироваться 600 человек другое там 280 класс гейм анимейшн там что-то 240 но это не уникальные люди некоторые и там, и там, и там вот но там, не знаю может быть, можно собрать какую-то статистику уникальную студентам ну, порядок такой ну, прикольно так, они, ну, как не отвлекают в смысле смотрят независимо от тебя ты не не преподаешь а это готово записаны записаны в записи у них есть много практических заданий они их делают вот, я проверяю эти задания визуально если что-то прям совсем тяжело плохо идет я пишу ну, открываю хмайские сцены и пишу он в офлайн-ревью ну, там самостоятельно выкладывают на записи ревью вот, чтобы и у нас раз там в две недели сейчас получается где-то так проходят онлайн-встречи где они задают разные вопросы и я на них отвечаю там все, все что угодно за деньги за инструменты за маю за кнопки вот за индустрию вообще все что угодно ну, вот надо сделать четвертый курс четвертый просто, чтобы назывался как творческому человеку продавать себя теперь вы научились делать гейм-анимацию 3D-анимацию а теперь вы знаете как продавать это как приносить пользу людям ну, миру себе вот по актерской игре но я услышал тебя что эта тема какая-то совершенная ну мы пока еще не научились заботиться ни о самих себе ни о других вот наверное как бы к этому мы тоже подходим к тому чтобы как ну как это простить софт-скиллы вот потому что там я сейчас работаю в крупной компании у нас 150 человек на проекте и 500 в принципе и вот эти 150 постоянно друг с другом коммуницируют достаточно в агрессивной среде но когда все горит все в огне и вообще все пылает и софт-скиллы здесь максимально прям вот очень важны потому что если кто-то ходит недовольный из менеджеров например и это ты чувствуешь недовольство это ты как-то начинаешь на себя очень остро воспринимать типа вот что я там дурак в общем какой-то даже даже холодность недопустима уже понимаешь вот даже просто просто спокойствие недопустимо уже уже просто большой запрос на заботу вот друг о друге есть это чувствую это мне мне кажется ну сейчас как-то очень даже интересно за этим наблюдать и как-то трогательно так ты же работаешь я правильно поняла удаленно эти менеджеры не ходят вокруг тебя они же где-то в другом месте все удаленно но все равно у нас созвоны в день у меня там ну из 8 часов я 4 из них разговариваю с людьми вот так как у меня больше руководящая позиция вот что мы сделали сколько мы планируем сделать в этой на этой неделе что мы будем делать следующей неделе 2-3 месяц почему мы не справились кто-то нас тормознул где какие возникли проблемы сложности еще вот если в этом сказать ну как-то достаточно жестко и агрессивно то это может ну очень болезненно восприниматься вот так то что скиллы вот это очень сильно все об этом говорят что это очень важно вот но поэтому наверное нужно правда делать курс я хотел это делать когда в будущем какой-то курс про то как стать лидом или руководителем отдела что нужно какие иметь навыки на это может быть может это как-то вот это тоже было бы про это про софт скиллы если они так важны как их качать если нету психотерапевта под рукой а можно прям с разными людьми поговорить как вы зарабатываете на творческой профессии а вы как зарабатываете на творческой профессии все типа говорят потому что есть некая дискриминация в нашем обществе типа если человек занимается творческой профессией значит он какой-то херней занимается надо быть врачом или учителем или юристом а если он художник то какое-то пренебрежительное отношение к нему типа ой ну чё ты там рисуешь ой ну кто это покупает что ты ну не говоря уже о том кто делает руками поделки какие-то и кто это твое покупает вот это вот то что ты понаделал надо прямо сделать серию интервью с успешными людьми которые умеют продавать свое творчество я уже не говорю не кастафронов ты видел как он рисует как-то это очень продает это но не зависит от того хороший художник или плохой мне кажется надо уметь я не художник и айтишник и такие все а все и айтишник айтишником быть престижно а художником а не надо развеять этот миф откуда вообще он взялся миф о бедных художниках все художники хорошо зарабатывали рембрат хорошо зарабатывал никто не был беду не жаловался хотя просто не жаловался наверно да кстати это наверно каких-то пошло ну я думаю это какая-то наследие постреволюционное скорее всего постреволюционные у нас осталось неважен шива интеллигент вот интеллигенция всегда это было профессора ученые философы какие-то мудрые люди те которые несли совесть нации вот что такого интеллигенции вот она была выпилена вот и кто у нас художник вот дешевый бедный художник потому что надо работать поле вот надо идти с плугом надо идти на завод вот свои картинки рисуешь вот такая у нас получилась беседа вот надеюсь вам было интересно мне точно было интересно вот так чтобы жаловать светлана у нее контакты и и не знаю захочет ли она почта раскидывать или вот куда я можно написать по поводу вдруг трудоустройства наверное я оставлю на ютюбе а может она у себя где-то еще мы контакты напишем мы подумаем какие лучше разместить контакты да и ссылки на сайте да спасибо за сегодняшнюю встречу и всем пока тебе спасибо свет все счастливо пока вот это было очень классная фраза мне кажется я жирный мне ничего не получится я не я не волнуюсь